Людмила Цибанова живет на улице Спортивной рядом с губернским рынком. Рассказывает, до ремонта Чернореченской часто приходилось здесь ходить и ездить. Голосовала за локацию, когда решался вопрос об обновлении бульвара по нацпроекту «Жилье и городская среда». То, что помимо пешеходной зоны здесь отремонтировали дорогу и расширили ее на участке, примыкающем к улице Владимирской, считает правильным решением. Дорога хорошая, вроде как на вид. Сделали расширение, примыкание к Владимирской, сделали расширение. Очень удобно, всегда там была пробка. Дорожное покрытие на Чернореченской обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Перед укладкой нового асфальта полностью заменили коммуникации, которые проходят под дорогой. Модернизировали систему дорожного освещения, обустроили ограждения. На этой неделе движение транспорта на Чернореченской открыли. По улице Чернореченской завершен комплексный ремонт, выполнен ремонт проезжей части, а также ремонт тротуаров. В настоящее время специалистами МВУ Дорожное хозяйство выполняются работы по проверке выполненных объемов. Производятся контрольные замеры, а также проверка монтажа дорожных бортов, проверка качества уложенного асфальтобетонного покрытия. Дорожное покрытие на Чернореченской привели в нормативное состояние, используя материалы последнего поколения. Помимо этого, вдоль дороги и тротуаров установили бортовой камень. Люки смотровых и дождеприемных колодцев заменили, подняли на проектные высотные отметки. Вдоль проезжей части сделали газоны. Кроме того, в рамках нацпроекта установили пандусы для удобства передвижения всех пешеходов, включая маломобильное население. Установлены 64 фонаря с энергосберегающими лампами. Профильное ведомство контролирует качество выполненных работ и используемых материалов. Производят замеры геометрических параметров объекта. При выявлении отклонений от установленных параметров подрядчик обязан их устранить. На следующей неделе приемку объекта планируется завершить. Галина Топилина, Валерий Майоров, События.